Так, вот эти вот точки принимаем выше чуть-чуть. Ой, конечно, не очень красиво. Ладно, попробуем по-другому тогда, если так у нас не получается. Так. Ой, какой-то кошмар. Так, ладно. Попробуем поменять настроечки. Ещё раз. О, такой круг уже посимпатичнее. Это связано с тем, что в ЭЛС есть такая фича. Называется она «Рациональность кривых». В принципе, в Хелпе написано неплохо. Можно, если кому интересно, почитать. Суть в том, что, как бы, кривые в основном, ЭЛС работает с кривыми, в которых каждая точка имеет одинаковый вес. Можно, как бы, увеличивая вес точки, добиваться большего притяжения сплайна к ней. Ну, в общем, если кому-то прямо вот интересно, детально в Хелп, там вот теория сплайнов, там всё понятно будет. Так. А мы пытаемся сделать дальше. Вот так вот. Раз. Тянем вниз. Вот эти точки. Так вот. И немножко раздвигаем вот эти. В общем-то уже посимпатичнее. Придаём просто вот потихонечку форму. Ну, вот видно, что, судя по всему, на чертеже у них тоже там не абсолютный круг, а некий абрис арки. Ну, в общем-то, на самом деле не столь принципиально, чтобы она была идеально круглая, то что они все, если приглядеться, имеют не очень-то круглую форму. Так. Попробуем вот так вот ещё. Здесь, здесь, здесь. Так. Ну, как-то так. В принципе. но получилось как-то слегка странно но главное чтобы она была симметричного более-менее так теперь пытаемся ребилдить ставим дегри 7 спан 1 чтобы кривая наша была без спанов вот получается какой-то чудовищный опять результат ну что поделать сейчас значит руками будем доводить вот в принципе иногда ребилд работает нормально сейчас учить не хочешь достаточно непредсказуемый процесс нужно добиться того чтобы нашу эта кривая выглядела по-человечески чтобы распределение себе было таким как бы набегаю взгляд вполне рациональным ну вот уже в принципе ближе это вот надо один раз так заморочиться а потом как бы заднюю арку копипаст готова поэтому ничего страшного нет просто нужно чуть повозиться ну пускай будет вот так вот принципе нормально сзади хорошо подошло спереди не очень там судя по всему они обрисовали плохо теперь посмотрим на не виновид сбоку она плоская так и идем задней но вообще четко вот соответственно теперь самое интересное берем сначала сохранимся проецируем но проецируем не как кривую на поверхности а как кривую и ставим матч оригинал это значит что она попробует или с попробует оригинальную кривую не меняя ее степени спроецировать на поверхности и вот покажет вот максимальное отклонение 1 сотая но нам больше чем достаточно поэтому нас это устраивает так но и здесь соответственно то же самое surface edit вот опять же 1 сотая более чем достаточно вот у нас получились вот эти прекрасные кривульки на этих поверхностях с ними можно работать потом если что вот видно что у них распределение себе вполне человеческое них нет спанов они имеют хорошую пюру в общем с ними все хорошо но вот это что касается колесных арок ну и соответственно мы можем сделать абсолютно такую же процедуру внутрь просто скейлем ее отмасштабируем можно в принципе делать а все но принципиальной разницы как таковой нет все равно все это на глаз делается поэтому тем более мы же не под производство и готовим так так вот так ну вот видно что у нас получилось и теперь все то же самое делаем проецируем вот пожалуйста эти причем эти кривые имеет history то есть если мы будем немножко как бы менять эти поверхности оригинальные двигать там какие-то контрольные точки придавать им какую-то другую форму то кривые будут сами перестраиваться вот это замечательно теперь просто прячем их в отдельный слой эти плоские кривые тоже чтобы не было нагромождения иначе будет трудно работать ну вот получилась вот такая история ну а теперь ради интереса можно сделать для наглядности соединим их поверхностью вот видно что у нас есть прекрасные такие арки и арочки замечательные вот в принципе автомобиль делается в порядке в общем то сначала делается боковина арки сначала какие-то ключевые моменты габаритные боковины боковины боковина арки крыша проверяется все это на какие-то там условности типа там засечения с конструкции или еще чем но это если серьезный подход а так вот в общем то делается одну то так просто топологически сначала большие поверхности потом поменьше 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 идем как бы от целого к частному вот остальное будем в следующем следующий раз